Игорь Шавлок когда-то был востребованным и талантливым актёром. Пик популярности артиста пришёлся на 80-е и 90-е годы, он часто появлялся на экранах, начал реализовывать себя как режиссёр и сценарист. 2000-е годы стали тяжёлым временем для актёра, он утратил былую востребованность, у него начались проблемы с деньгами и в личной жизни, а с 2007 года он вовсе пропал и сейчас о его жизни ничего не известно даже самым близким людям. О детстве актёра известно мало. Его отец был военным, ушёл из жизни, когда у актёра родилась единственная дочь во втором браке. Супруга Игоря рассказывала, что даже не успела познакомиться с ним, зато близко общалась с его мамой, которая всегда старалась помочь детям. Живёт она в украинском городе Полтаве, видимо, именно там и началась жизнь артиста. После школы Игорь поступил в Щукинское училище, а получив диплом, сразу же начал сниматься в кино. Через два года он стал широко известен зрителю, сыграв главную роль в картине «Чёрная стрела». После успешной работы его начали часто приглашать режиссёры, он обзавелся поклонниками, а девушки писали ему письма с признаниями в любви. 90-е годы оказались благосклонны к актёру. Несмотря на то, что многие артисты сидели без работы, для Игоря это время стало самым продуктивным. Чаще всего ему доставались роли брутальных мужчин. Вторая волна популярности пришла после многосерийного фильма «Сезон охоты», где он не только сыграл одну из центральных ролей, но и выступал в качестве режиссёра. Сейчас фильмография Игоря насчитывает 26 ролей в кино и 12 картин, которые он снял сам. Последним проектом режиссёра стал фильм «Путевой обходчик», который вышел на экраны в 2007 году. Фильм ужасов оказался провальным, а сам артист попал на большие деньги, в общей сложности он должен был вернуть более 2 миллионов долларов. Именно после этих событий Игорь пропал, и до сих пор о его жизни ничего не известно. Личная жизнь артиста сложилась не наилучшим образом, и виной всему он сам. Первый раз его женой стала Мария Зубарева. У девушки была дочь от предыдущего брака. Игорь удочерил девочку, и семья казалась крепкой и счастливой, ведь актёр долгое время добивался сердца Марии. Позже на крестинах ребёнка своих друзей артист познакомился с Татьяной, за которой сразу же начал ухаживать, естественно умолчав о своём семейном статусе. Когда их роману было уже несколько месяцев, Татьяна узнала, что Игорь женат, но мужчина убедил её в том, что с супругой его уже давно ничего не связывает. По его словам, Мария отказывалась давать развод, поэтому Татьяна со временем перестала переживать по этому поводу. Вскоре актёр приехал с чемоданами к дому Татьяны и изъявил желание жить у неё, она согласилась. Её родители были очень обеспеченные люди, они купили дочери квартиру и всегда были готовы поддержать её финансово, хоть она и старалась к ним не обращаться, чтобы их не волновать. Вскоре Татьяна забеременела, Игорь к тому времени всё ещё был женат на Марии. Когда родилась дочь Екатерина, девушка стала замечать, что артист часто выпивает и при этом не знает меры, но она посчитала, что у него просто сложный период в жизни, и вскоре всё наладится. Мария всё же согласилась развестись, и когда маленькой Кате был годик, влюблённые наконец-то расписались. Игорь помог супруге с работой, он нанял её на своей проект. Оказалось, у Татьяны настоящий талант, она активно стала развиваться в сфере дизайна, а позже выучилась на дизайнера. Сейчас Татьяна Шавлок очень популярна в России, создаёт настоящие шедевры и часто работает со звёздами. Татьяна замечала, что с каждым годом Игорь всё больше пьёт. Он становился неуправляемым и начал поднимать на неё руку. Иногда ситуация становилась критической, она грозилась уйти, а он падал на колени и умолял простить. Супруга не хотела рушить семью и верила, что всё изменится. Катя не видела всего этого кошмара, потому что все эти скандалы чаще всего происходили в экспедициях. Девочку воспитывали родители Татьяны, а дедушка выполнял все те обязанности, которые должен делать отец. В 2006 году терпение супруги лопнуло, и она подала на развод, через три года судов она наконец-то официально стала свободной женщиной. Татьяна рассказывала, что Игорь практически не участвовал в жизни дочери, звонил ей пару раз в год, изредка водил в кафе. Его мама передавала через него деньги на внучку, но ни разу они не доходили до Екатерины. В итоге он взял у Татьяны в долг 4 миллиона рублей и вовсе пропал, никто не знал, где он находился, а если он звонил Кате, то всегда с разных номеров телефона. Несколько лет назад Татьяна дала интервью, в котором рассказала, что иногда Игорь выходит на связь с дочерью, но она его уже давно не видела и ничего о нем не знает. Екатерина в свою очередь хочет поменять фамилию и не считает его настоящим отцом, неудивительно, ведь он принес их семье множество проблем. В 2017 году Татьяна судилась за свою единственную квартиру, которую хотели отнять в качестве уплаты долгов актера. Сейчас Татьяна и Екатерина самые близкие друг для друга люди, между ними прекрасные доверительные отношения, мама и дочь стали настоящими подругами. Об Игоре ничего не известно, скорее всего, он скрывается из-за проблем с финансами. Татьяна рассказывала, что она была не единственная, у кого он просил деньги перед своим исчезновением, также она узнала, что он брал большие суммы у ее отца еще в то время, когда они были женаты. Бывшая супруга склоняется к тому, что у артиста могли быть проблемы с игроманией. Продолжение следует...